всем привет вы были на канал hard reset info и в этом видео будет небольшое мнение большой обзор наушников джибель джибель тур про плюс и так это у нас немного мало но за наушники за целых 202 доллара это довольно не бюджетника я бы вам сказал это можно сказать флагманы я не знаю кстати флагмана уже били нет но по цене флагмана по мне до наушники за такие деньги для меня уже факт ну да ладно по функционалу они тоже флагманский но единственный минус у них как по мне есть о котором я думаю можно сказать прямо сейчас я не понимаю почему но bluetooth у них 5 версии просто 5.0 не 5.2 5.1 даже 5.0 почему я не знаю я не знаю почему они так сделали может быть удешевить может быть это их устраивал но меня это ладно меня это устраивает чего выпендриваюсь просто странно просто странно не понимаю почему этих наушниках именно 5.0 я ждал 5.2 так за 202 доллара нам предлагают 5.0 bluetooth а также целых 32 часа работы батареи то есть 8 часов они сами работают и вместе с то есть 24 часа они работают от кейса и сами наушники в себе этот момент держит еще 8 часов много ли это этого более чем достаточно ребят но здесь есть шумоподавление режим прозрачности прекраснейший то есть вообще упражнение управление любым окружающим звуком здесь есть и она с ним они держат не 8 часов а 6 а естественно это меньше но ребят кому 6 часов на одном заряде но то 7 на сами наушники то есть кейс тоже смещается самую малость но получается 24 часа не 32 в общем 24 часа кому этого недостаточно скажите мне пожалуйста мне достаточно я думаю это нормально она идем дальше что еще здесь у нас есть у нас здесь быстрая беспроводная зарядка я не буду уточнять как именно быстро они заряжаются потому что информации об этом к сожалению еще не нашел а точнее еще не нашел в принципе не нашел но то что нам быстро это что она есть это что она беспроводная это скажут очень далее здесь у нас на самих наушниках. Давайте я вам покажу. По 6 микрофонов, ребят. 6. Ой, или не по 6, вообще 6 микрофонов, ребят. 6. Это много, это очень много. Это нам обеспечит просто все, что только можно, мне кажется. То есть вы понимаете, что 6 микрофонов это очень классное шумоподавление, это очень классный режим проницаемости. Я пробовал режим проницаемости. Лучше я еще не слышал. Вы реально очень классно слышите все, что происходит вокруг именно качественно. Не ухудшается звук. Вы именно слышите себя хорошо, особенно себя. Также шумоподавление здесь прям кайф. Мое почтение. JBL смогли сделали. Не очень я их вообще люблю, но в этих наушниках они постарались. Далее. Помимо этого всего, у них что еще? Так я все сказал. Окей. Давайте я вам скажу следующее. Именно теперь от себя, а не просто ву характеристику. Давайте поговорим. Ё-моё, это мои волосы. Что? С головы у меня сыпятся волосы. Что? Что со мной не так? Ладно. Смотрите, суть в чем? Суть в том, что для них есть прекраснейшее приложение JBL Headphones. Если у вас эти наушники, пожалуйста, возьмите, установите приложение. Не пожалеете. Там есть очень много прикольных функций именно с этими наушниками, которые вам понравятся. От эквалайзера до очень крутого будильника в самих наушниках, которые дают вам спать с шумоподавлением, а потом в сами наушники аккуратно, чтобы никому не мешать, допустим, в автобусе включают вам будильник. При этом вы еще и тайпер можете, чтобы сначала играла музыка, потом выключилась музыка, спустя там, допустим, вы ставите 10 минут и включилось чисто шумоподавление. То есть вы с ними засыпать можете и не париться. Ребята, это же прекрасно. Это реально очень классная фишка. Мне она очень сильно понравилась. Я прям ее оценил очень сильно, прям по достоинству, можно сказать, оценил. Что еще я могу сказать? В приложении у нас есть, естественно, контроль всего вот этого дела. И давайте все-таки я скажу насчет звука, а потом перейду к внешнему виду наушников. Звук у этих наушников реально крутой, но, есть некоторое но, нужно подстроить с помощью эквалайзера, во-первых. Но если вы не хотите трогать эквалайзер, мне понравилось без эквалайзера. Я просто включил шумоподавление. Я просто в этих наушниках, скорее всего, всегда бы использовал шумоподавление, потому что низы становятся более плотными, вообще все становится более плотными. Вот знаете, вот такое ощущение, вот когда без шумоподавления оно все в стороны разряжается. Когда с шумоподавлением оно концентрировано вам в ухо, прям вот в перепонку, я не знаю. И это звучит офигенно. Мне прям понравилось. Ребят, как в поп-музыке, как так и в тяжелой музыке просто шикарно. Вы, не знаю, включите Lorna Shore новые там синглы и там просто бочка будет валить и вы будете слушать каждый удар и при том прекрасно, понимаете? И гитары будут плотные. В поп-музыке бас 808 будет таким и мягким и в то же время жестким, что это будет просто прекрасно. Ребят, вот. Об этом мы поговорили. Окей, насчет минусов и потом внешний вид. Насчет минусов. Вот эти кнопочки их невозможно не задеть при том, когда вы надеваете наушники или же снимаете, их невозможно не задеть. Вы понимаете? Просто невозможно. Это, скорее всего, минус, потому что вы случайно переключите режим и все такое. Я вот дал другу послушать, я пока ему давал и пока он надевал, он уже переключил режим и ему звук не понравился, потому что он слушал в режиме проницаемости. То есть он слышал все вокруг при этом. Вот. А я такой, не понравилось? Ну ладно, странно. А потом я понял, в чем дело, ребята. Вот это, наверное, даже единственный минус, потому что в остальном мне они реально нравятся. Потому что давайте внешний вид и вообще кейс, ребят, это отдельный разговор. Просто сейчас быстренько достану наушники. Внешний вид осмотрим. Давайте сначала сами наушники. Наушники у нас выглядят вот так. Вообще вот сама форма наушников мне не очень нравится, но для именно вот такой формы они пока лучше. Потому что именно в такой форме можно сказать, капелек я еще не видел чего-то хорошего. Потому что всегда я вижу только с такими палочками, они кайфовые. Вот эти мне никогда не нравятся. Но теперь они выглядят вот среди таких неплохо. Но слишком сильно торчат, как по мне. Можно было сделать как-то покомпактнее, может даже с палочкой, но чтобы не так торчали. Окей. Тут у нас надпись Tor, кстати. И есть индикатор где-нибудь. Вот они. Сейчас только направо. А нет, вот и налево. Окей, убираю пока что. И смотрим на кейс. Ребят, просто вспомните, как выглядит какой-то дорогой новый Land Rover или что-то в этом духе, если я правильно произнес. и посмотрите на этот кейс. Это же кайф. Ребята, он ощущается тяжело, ну не прям тяжело, но качественно. Знаете, у него есть свой вес, который должен быть. Он не чувствуется слишком легко, он чувствуется плотно. Это офигенно. Снизу у нас индикатор зарядки, Type-C разъем для зарядки и кнопочка, ну то есть от чехла действия, можно сказать, от кейса действия. То есть для сопряжения и так далее. Смотрите, теперь открываем. открывается он туговато и это офигенно, потому что он не открывается легко, типа как пластик, знаете. С ним у нас все хорошо. Он именно полностью до конца качественно ощущается. Он реально, ну то есть очень качественно. Прям вот берешь такой, все, это дорого, богато по-любому. Но. Скрип пропал. Когда я в первый раз открывал, был скрип. Меня это смутило, но теперь его нет. Тогда в этом плане у них реально все идеально. Единственное, заляпывается быстро, но это можно быстренько поправить. Собственно, кейс шикарный, мне он очень нравится. Теперь перейдем к итогам. Советовал ли я, советую ли я вам брать такие наушники за такую цену? Честно, если вы не фанатик брендов, таких как Apple, например, таких как, не знаю, Samsung, у них, я не знаю, какие наушники можно вот в противовес поставить. Я думаю, я бы вам посоветовал взять эти наушники, потому что они реально достойные. Хотелось бы их видеть за злотых, ой, злотых, за долларов, так, сейчас скажу, 180. Да, даже 170. Окей, ребят, даже 170. Хотелось бы, но они вот столько стоят. И даже за такие деньги я бы вам их советовал. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии, особенно если они связаны с данными наушниками. Всем всего хорошего. Пока.